Меня зовут Михаил Жуковец, я работаю в Most.ru. Конкретно я работаю в отделе поиска. Мы занимаемся подбором самых релевантных документов, среди множества новостей, документов, услуг и прочих сервисов. Собственно, на самом деле у меня будет самый короткий доклад. Даже это будет, наверное, не доклад, а how to про один из наших инструментов, который, если подумать, даже не инструмент, а просто грязный хак. Ну, без того, чтобы рассказывать сначала как, а потом что, я пошел другим путем и сначала покажу, что мы получаем на выходе, а потом расскажу, как и зачем. Собственно, здесь мы видим две группы, каждые по два документа, чтобы сильно не забивать страницу, которые из себя представляют на самом деле смысловые дубли, преднаписаны разными словами. Думаю, все активно пользуются интернетом и прекрасно знают, как фрилансеры у нас формируют тексты. Собственно, начиная с времен Древней Греции, заканчивая актуальной проблемой на текущий момент. Но у нас фрилансеров нет. У нас другая проблема. У нас есть одинаковые, точнее, единственный пресс-релиз и несколько редакций, которые по этому пресс-релизу формируют свои новости. Из этого у нас часто получаются близнецы по содержанию, которые, как на предыдущем слайде, то есть оформления разные, но информация у них одна и та же. И, само собой, видеть выдачу 10 документов про одно и то же, это на самом деле было бы грустно для всех пользователей. Также при помощи этого алгоритма, он же, который грязный хак, мы, скажем так, проверяем, было ли обновление на странице для нашего краулера, потому что на странице часто есть какой-то блок с новостями, с датой, которые постоянно меняются каждую секунду. Но поскольку перелинковка у нас, опять же, никак не влияет на содержание документа, мы как раз при помощи этого алгоритма проверяем, были ли какие-нибудь значимые смысловые изменения на странице, если были, тогда отправляем на переиндексацию. Ну и, если к искажим дублем, ой, дублем, методом мы боремся с дублями среди изображений. Те, кто работал с творческими сетями, знают, как берутся обученные сети, отрезаются свой с классификатором, и просто по фичам уже сравниваются между собой изображения. Так, допущение, которое мы сразу не договоримся. Наш тематический вектор на самом деле не является тематическим. Это не RTM модель, не LDAT, не Toc2Vec, собственно, не прочие модели типа фасттекста. Это, скорее всего, ближе к хэшу, но все-таки мы будем называть его вектором, потому что так исторически сложилось, и мы так уже привыкли. Данный методом нельзя построить антологию или сравнить между собой два документа, насколько они входят друг в друга, либо пересекаются, потому что этот инструмент создавался только для одного, чтобы искать дубли документов. Ну и, собственно, третий-четвертый пункт – это про то, что мы используем мешок слов для работы с текстом. То есть никаких там заморочек с порядком исследования слов мы использовать не будем. Вот четыре простых этапа, которые нам надо реализовать, чтобы добиться нашего корпуса каких-либо внятных представлений о дублях. Есть ли они там, либо их там нет. Это наши классические импортные для работы с текстом. Я думаю, тут многим они из вас и известны. Это PyMorphia для работки с парфологией текста. Numpy, потому что без него никуда. И скалерный векторизатор и поиск, собственно, расстояний. Ну и плюс проекции. Так, здесь указаны грамемы, которые я из документа выбрасываю. То есть для того, чтобы хранить между собой две новости, мы эти грамемы выбрасываем из сравнения, потому что в новостях главное – это, собственно, кто, что и как сделал, а не насколько он сделал хорошо, либо кто был вокруг. И, собственно, ну, в общем, разную бесполезную информацию, которая, на мой взгляд, не описывает как новость. Ну, вообще, здесь, как раз, в правой третьей колонке здесь приведены примеры этих, собственно, грамем, которые мы выбрасываем. От них будем избавляться. Это как раз кусочек, как у нас выглядит фильтрация. В верхней функции мы как раз выбрасываем те слова, которые у нас находятся нежелательными грамемами. И если как бы все-таки слово-проверка прошло, мы оставляем его в предложении в нормальной форме. Потому что если мы возьмем какое-нибудь одно слово и будем его в разных словочистаниях переписывать, часто копирайтеры этим грешат, это нам будет мешать. Поэтому все приводит к нормальной форме. Ну, и вот, собственно, самая нижняя функция, она на самом деле простенькая, но в ней закрыт сакральный смысл. Потому что дело в том, что по аморфии библиотека очень неторопливая. А когда приходится перерабатывать большие корпуса документов, лучше вот сделать что-то вроде этого жульства, которое я сделал со словарем. Потому что не все слова у нас, используется в уникальной форме. И часто можно вместо того, чтобы снова по-новому разбирать его, можно просто взять значение словаря. Это на самом деле увеличивает скорость обработки для большого корпуса. Ну, наверное, раз в 3-4 это точно. А может и больше. Банальная подготовка. Здесь мы избавляемся от нужных символов и оставляем только нужное. Это у нас русские буквы и пробел. Все остальные спецсимволы типа неразрывного пробела, и прочих символов, которые я даже не подозреваю, но кто-то их вставил, они просто пропадут. Ну и, скорее всего, в браузере их не видно. Мы боремся за смысловое содержание документа. Вот сверху здесь как раз пример, что у нас получается из предложения на выходе. Из беспрекословного превосходства совершенных котиков над собачками, несколькими лисичками у нас осталось только содержание. Превосходство, котик, собачка, лисичка. Поскольку, как мы говорили ранее, мы не будем использовать порядок слов. В принципе, в любом сочетании нам эти слова подойдут. Чуть ниже представлен кусочек из Юпитера, как раз где проводилась подготовка текста. Там, по-моему, 55 или 57 тысяч новостей, доступных в поисках в МОСРУ. И это заняло даже вместе с тем самым жульским приемом 5,5 минут. Это на самом деле, вроде бы кажется, что не так уж и много, но дело в том, что поскольку у нас этот инструмент, он стоит, скажем так, не только на таких вот разовых акциях, но еще и на поточной обработке, то есть в том же самом краулере, нам нужно довольно быстро документ обработать, получить для него вектор и потом его сравнить. Как у нас там это сделано, я, может быть, скажу позже, если будет нужно. Так, ну и теперь переходим к простой части. И это векторизация. Я думаю, что про векторизацию на самом деле многие из вас слышали, кто-то, может быть, уже и делал. По большому счету это просто представление текста в виде последовательности чисел, где каждому слову присвоен свой индекс. И по этому индексу как раз находится какой-либо вес этого слова. Ну, в данном случае вес это будет значимость этого слова для данного документа. Ознакомиться вот про TF-IDF модель можно по ссылочке снизу. Там тоже моя статья, где я как раз все подробно и долго рассказывал про векторизацию. В данном случае здесь у нас самый простой примитивный векторизатор с минимальной частотой слова 2. Если есть какая-то необходимость провести чистку под другими словами, либо наоборот, какое-то конкретное слово, которое вам нужно как-то его влияние увеличить, получившейся модели. Это как раз можно сделать вот на этом этапе в получившейся векторах какая-то из колонок, но это можно посмотреть в параметрах модели, является тем самым словом, что вам нужно, и можно при помощи повышающих или понижающих коэффициентов менять его значимость модели. Оно как раз здесь видно у нас получилось 57 тысяч документов, и в каждом 67 тысяч 300 признаков, что довольно-таки много на самом деле сравнения. То есть матрица у нас получается очень сильно разряженная. Из-за того, что она разряженная, мы не можем использовать популярный инструмент PC, если не сталкивались, то это один из инструментов, который позволяет слизить размерность исходного электронного пространства, и при этом по возможности сохранить как можно больше информации. если говорить про PC, то в нем как раз самая первая компонента содержит там, грубо говоря, 30% информации, вторая 15, третья там еще там, грубо говоря, 8, то есть если мы берем условно там 15-20 компонент, то у нас получается где-то 98-99% информации сохраняется, и при этом дектора сильно уменьшает в своем размере. Но из-за того, что она смотрится разряженная, PC мы использовать не можем, поэтому мы используем Gaussian Radon Projection. В принципе, на самом деле, для нас это признак о том, что у нас деградирует дискретивная способность каждого следующего компонента, она для нас непринципиальна, поэтому мы можем просто использовать этот подход, у нас такой компонент, в принципе, этого вполне хватит, потому что основная задача этой проекции не, скажем так, не как-то описать каждый компонентный какой-либо признак, а просто сохранить как можно больше информации о документе внутри этой матрицы. То есть из 100 компонентов это достаточно много, чтобы сохранить почти что все, 98,9, либо даже 99,8, если повезет. Так, и в конце вот видите, операция, где мы делаем округление вверх до ближайшегося целого числа, это np clx. Что мы этим добиваемся? Этим мы добиваемся того, что вот наши вектора на 100 компонентов, которые мы получили после проекции, они у нас содержат представление о документе в этих компонентах, то есть как бы, в принципе, по ним уже можно сравнивать документы с каким-либо допуском. Чтобы этого избежать, мы при помощи округления какие-то из этих компонент наоборот делаем более выразительный. То есть у нас из документа получается на самом деле не просто там набор ноликов, единичек, у нас получается что-то вроде маски, которые мы можем наложить друг на друга и понять, насколько эти две маски друг другу соответствуют. Здесь вот снизу я опять же просто привел пример на 10 компонент, то есть здесь, конечно, их немного, и пример получился не очень показательным, но по факту компоненты, которые выложены у нас как бы в самом алгоритме, они выглядят так же, только там у нас получается не 10 элементов, а немножко побольше. И сочетание, соответственно, там из нуля единиц позволяет легко, в принципе, вписаться в эти 57, даже 100 тысяч документов, сохранив поступность к их описанию. Ну и вот, собственно, самая простая часть, но на самом деле она тоже довольно очень сложная, это поиск наших соседей. здесь самый простой способ, который как бы можно только придумать, просто сравнить все сфитры со всеми и посмотреть, чьи расстояния меньше чем. Например, для нашего краулера мы используем 2%, а вот для того, чтобы найти именно такие как бы смысловые дубли, но не копии полные, вот 0.15, там 0.12 вполне есть подходящее значение. Так, на этом с основной частью все. Вот такой простой на самом деле прием, в нем всего 4 шага, каждый простой, посмотреть его можно на любом ноутбуке. По поводу, почему мы их разделяем на части. Поскольку у нас шаги получаются простыми, то мы храним отдельно объект, который у нас производит нормализацию, векторизацию и проекцию, это не самая как бы очень сложная часть. И в базе по факту мы храним уже кроме самого документа еще и описывающий его вектор. Для того, чтобы не нужно было каждый раз вычислять там на, не знаю, 200 тысяч документов каждый раз вектора, чтобы посмотреть, а новый документ подходит ли или нет. Просто у нас зафиксированы наши векторизаторы и обученные модели, и тем самым мы просто добавляем новый вектор и можем посмотреть его значение. Так, ну вот, наверное, все. Спасибо за внимание. При этих нам работать. Спасибо большое. Вопросы? Спасибо за доклад. Пару вопросов. Во-первых, как вообще измеряли качество вашего алгоритма? Вопрос хороший. Поскольку обучиться и у нас нет исхода как бы выборки о том, какие документы у нас являются дублями и какие являются просто похожими, то просто на самом деле методом научного ватыка, мы берем все эти получившиеся пары, объединяем группы и смотрим, все ли в этих документах, все ли документы в этих группах являются дублями. Если все, то нас вполне это устраивает, потому что в любом случае у нас есть там сбой, скажем так, не совсем алгоритмно-корректно на совсем маленьких документах, то есть если у нас это четыре предложения, прогноз погоды на сегодня, условно говоря, то он очень много документов к нему записывает в дубле, которые содержат примерно ту же самую информацию. Но поскольку для нас такой документ из четырех слов особой ценности не представляет, как для поиска, то с этой страшной проблемой мы готовы смириться. Нам самое главное, чтобы информативная часть информативных документов у нас как-то ее можно было сравниться, поставить и преимущественно сфильтровать. Спасибо. И еще вопрос. Как дообучаете ваш интерайзер? Ну, то есть документы же получается новые добавляются и может измениться сам словарь? Да, на самом деле это вот ближе, скорее всего, к этой части, где мы делаем морфоанализатор, потому что даже, наверное, вот здесь, потому что здесь как раз мы работаем больше с новостями, и как раз поэтому выбрасываем все продагательные и прочие, я думаю, это бесполезные слова для новостей. Но если работать с другим каким-то корпусом текста, возможно, какие-то части речи как раз следует оставить, другие убрать, и при переобучении у нас просто не возникает такой проблемы, у нас город называется одинаково, мэр меняется нечасто, и по факту мы можем проводить переобучение, как в случае появления коронавируса, то есть просто по факту какого-то более значимого события, либо раз в полгода, то есть необходимости, что с каждым новым документом мы добавляем новые модели, ее нет, потому что в любом случае, даже если у нас алгоритм не знает слова, ну пусть там коронавирус, словно говоря, то по всем остальным словам, если документ, конечно, имеет какую-то полезную информацию, у нас все равно получится какая-то маска, по которой мы сможем его сравнить. Да, он скорее всего сможет положить его в одну кучу с аналогичным документом, где описывает кори или гриб какой-нибудь, может, это слово, он этого не знал, но если редактор как бы так уж поленился, что для коронавируса не стал заморачиваться и просто копировал из какой-то старой публикации все дословно и заменил только название болезни, ну как бы, ну это тоже будет дубль. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Еще вопросы? За тобой. Сзади. Привет. Давай. Добрый вечер, спасибо за доклад. Если я правильно поняла, то вы не учитываете цифры. Совершенно верно. Вот. Это я сейчас, ну не повторяйте вопрос, нет? Просто если у нас сейчас опять же про коронавирус, идет каждый день одна и та же новость, то что в такую-то дату заболело столько-то человек. Вы не поверьте, сколько исчелений мне стоило найти эти новости про фейерверки и что-то полезное не про коронавирус. Там было примерно 300 новостей о прохождении аттестации среди руководителей администрации города Москвы, но их я тоже мужественно пролистал. Вот. Ну просто, допустим, новость о том, то что сегодня заболело там тысяча человек за следующий день заболело примерно там тысяча и один человек. По сути, это две разные новости, которые людям сейчас тоже интересны. Всем интересно, ну многим людям интересно, сколько в конкретный день. я с вами, возможно, соглашусь, если в запросе будет коронавирус и число, то вы, конечно, будете правы. А если по запросу коронавирус я вам выдаю сортировку с сегодняшнего дня до прошлого месяца и каждая новость получат только число, это будет довольно, ну, скажем, не очень качественная выдача. Вы правы, алгоритм здесь числа не учитывает, но опять же, настроить его, чтобы он учитывал числительное, несложно, потому что в данном случае нам как раз у нас там есть другой инструмент, который у нас влияет на ранжирование свежих и устаревших документов. И в данном случае нам как раз вот именно говорить если именно говорить про количество заболевших, то мы у нас свежий документ с количеством заболевших за сегодня либо за вчера у нас будет наверху, а все остальные они отрежутся либо фильтрами, либо другими алгоритмами. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Так, теперь мне надо... А, ну сейчас передадут микрофон, да. Привет. А вот такой вопрос, а вот если мы, например, с трудом отличаем имя прилагательное от существительного, например, Тверская, как отношение из города Твери и Тверская улица, то вот как вы будете отличать такие новости? Вы не выникните, например, все из новости про Тверскую улицу просто слово Тверская и тогда мы получим какую-то ерунду на выходе. Как вы с этим боретесь? Я понял, мы с этим не боремся, потому что такой проблемы у нас нет. Если у нас в новости есть слово Тверская и, допустим, ошибочно оно было принято при разоборе морфологии как улица Тверская, какая разница? У нас 57 тысяч векторов, из них мы получаем одну маску. Влияние этой Тверской, оно у нас по всем документам насквозь пройдет, Тверская область будет Тверской улицей либо наоборот, и нам будет непринципиально, что на самом деле имелось в виду. Поскольку мы ищем документы по схожим словам, точнее, по маске этих схожих слов, полученные через проекцию, то нам в целом непринципиально, что являлось этим словом. Я имею в виду, когда новости отличаются только по имени улицы или станции метро, а все остальное, как бы типичная, там перекрыта такая-то улица, фестиваль там прошел на такой-то улице, открытая, новая, какая-нибудь станция, чего-нибудь. Да, это тоже документ, на самом деле он найдется по остальным словам. То есть, если Тверская там есть, то его вес, конечно, будет значимым, но когда мы построим вот, где-то тут не были, собственно, вот такие вектора, здесь, условно говоря, Тверская здесь будет, например, как там единица, какая-нибудь там, не знаю, договорились, единица будет даже вот здесь, но весь основной вектор из-за того, что были использованы те же самые конструкции, он будет одинаковый. То есть, там изменение в тексте будет на уровне 3%, что называется. А у нас допуск там получается до 15. Так что, даже если мы это слово не знаем, даже если оно изменилось, но документы про одно и то же, мы его найдем. Конечно, есть другая проблема, что у нас вот, я, возможно, просто неправильно понял вопрос, что у нас есть два документа шаблонных, один про перекрытие улица, другой про перекрытие улица B. Да, согласен, это косяк, эти документы, скорее всего, лягут в одну кучу. Вопрос именно по фаузы был больше, да, извините, не очень задал. Спасибо. Ну, главное, что мы разобрались. Оля, давай. Спасибо, я просто, да, спасибо за рассказ. Вот, я хотел чуть-чуть понять с точки зрения архитектурной, вот, вы немножко начали вот про это говорить, про вот, новости, да, когда там что-то происходит, разные новостные источники, издательства, все они могут эту новость зарепостить там с разным копирайтингом, с довольно большим разлетом по времени, то есть они могут это зарепостить там кто-то сразу, кто-то там через пару часов, а кто-то там через сутки, через двое, вот, и, ну, то есть у вас алгоритм, я так понимаю, ну, батчинговый, да, то есть вы периодически пересматриваете, собственно, корпус текстов и вот это все анализируете. Я пытаюсь понять, как вы, собственно, отсеиваете, вот, допустим, у вас через два дня какое-то агентство, оно перепостило опять ту же новость, и оно попадает к вам в источники, вы его отсеиваете или вы все-таки покажете, как это будет выглядеть? Кто первый, тот и молодец, кто не первый, тот не молодец. Только в том случае, если этот источник будет пользоваться встроенным поиском нашим, тогда, конечно же, он найдет информацию на самом себе. Если мы говорим про основной поиск, то там будет только одна новость, та, которая оказалась первой, потому что, на самом деле, нам в целом все равно, какой из, ну, по крайней мере, для меня, какой из, не знаю, из юнитов первый публиковал новость, для меня является ценностью, чтобы пользователь получил информацию, от кого он ее получит, там, из новостей, там, не знаю, мы виджет ему покажем. на самом деле, это довольно простое, просто у нас каждый документ проверяется, ну, там, не каждый документ, там, пачками, там, по 10 тысяч, они просто проверяются, что, есть ли у нас дубли, или документ для новых. Для старых документов у нас уже есть уже почитанные векторы, и у нас есть маркер дубль-недубль. Если документ не дубль, то он, соответственно, обновляется, как бы, участвует в этой выдаче. Если документ дубль, то мы про него знаем, но никуда его не пушим, потому что у нас, как бы, резиновые сервера тоже не очень, как бы, сервера, конечно, очень, но и ластик жалко. Поэтому до тех пор, пока контент на странице не изменится настолько, чтобы, то есть, больше, поручит 2%, чтобы он считался, что он изменился, и новый вектор не будет никому не соответствовать, то эта страница будет сидеть в челане, никто про нее не узнает. То есть, механизм, как вытащить страницу обратно, выдачу, есть, но с дублем будет тяжелее. На самом деле, конечно, можно сейчас полезть в выдачу и найти там какие-либо дубли новостей, как говорят нам, заголовком. Но это будет уже, так сказать, не совсем честно, потому что в данном случае да, согласен, проблема, конечно, такая есть, поэтому мы уменьшали размерность, но пока что заливать мощностями получается. По большому счету можно же на самом деле построить те же самые, скажу сразу, не пробовал, но попробовать думаю можно, построить кластера, там, не знаю, штучек хотя бы 60 и просто сравнивать там пространение с антроидом, если в кого прошел, там, антроид какой-то там допустимый минимум, тогда его проверять, если не прошел, то не проверять, но это опять же сейчас пальцем в небо, но попробовать можно. Спасибо. Так, еще. Саша. Чувствую подвох. Не, не, спасибо за доклад. Я просто пытаюсь сообразить. То есть, с одной стороны сказали, что среди дубля отобразится самый свежий, с другой стороны сказали, что среди повторяющихся отобразится тот, который первым выложил, тот и молодец. Например, если там, да, два источника выкладывают одно и то же, практически, только тот, который попозже, например, какую-то уточненную информацию, она незначительно отличается от тех статей. то есть, мы увидим более старый вариант или свежий. Попробуем этот. О, стало веселее. Тут, на самом деле, это механизм наш только про умелые руки и смотрю. Зависит плохое чувство. Начальник нашего отдела. На самом деле, конечно, проблема такая может быть, но там этот алгоритм, который топит старые новости и поднимает новые, он не совсем линейный. и если какой-то момент, ну, там, этот момент, он вполне определенный, в общем, в этот момент как раз старая новость будет утоплена, а новая, за отсутствие других альтернатив, поднята вверх, несмотря на то, что она может быть дублем. Но при этом, если эта значительная информация особо никому не нужна, то есть, никто на этот документ не переходит по факту по тому запросу, что это уже сервис кликрейта, то он тоже благополучно потонет. Спасибо. Три микрофона, кто больше? Еще? Или пока остановимся на этом? А, вон, есть в конце. Давайте, это будет последний вопрос. Ты последний задашь? Спасибо еще раз большое за доклад. Я, может быть, прослушал и не услышал. Подскажите, вы не используете различные эмбеддинги, приблуды в виде фаст-текстов ворту веков. Это сознательное решение для ускорения процесса архитектурное или эти решения просто не показали достаточно эффективности по сравнению с текущим? Нет, решения очень хорошие. Они очень классные и отлично себя показывают. И если бы у меня было резиновое процессорное время и вообще у меня было времени больше, конечно, я взял, скажем, фаст-текст, очень хорошо заходит работать. Но поскольку задача у нас была уровнем пониже, просто найти одинаковые документы, то брать мегроскоп, чтобы забить им гвоздь, оказалось избыточным. Спасибо. Спасибо. Михаил, тебе надо выбрать лучший вопрос. А может, последний вопрос на засыпку? Нет, Саша, да, Саша нельзя. Один уже, у него уже одна есть. Это слишком много. Про Тверскую улицу, да, хорошо. Вот, да, молодой человек, который задавал вопрос про Тверскую улицу. Спасибо большое. Сергей, да. Вот. Спасибо. Спасибо большое, Михаил.